Преимущество предыдущего метода было в том, что для него, по сути, от вас требовалось только наличие кей-коллектора и умение пользоваться Excel на базовом уровне. К сожалению, в настоящее время в кей-коллекторе нет функционала, который позволял бы определять революционные запросы через Яндекс.Хмл. Если вы не знаете, что это такое, как оно вообще выглядит в XML, я покажу на примеры. Например, посмотрим XML-выдачу Яндекса по запросу SushiWalk. SushiWalk – это навигационный запрос, по которому пользователи ищут сайт sushiwalk.ru. И в XML этот сайт имеет пометку ungroupvital154.ru. Вот эта отметка ungroupvital говорит о том, что данный сайт по этому запросу является навигационным, а сам запрос по сути является витальным. Для сегодняшнего урока я подготовил небольшое тематическое ядро в тематике суши, состоящее из 1500 запросов. В этой тематике очень много навигационных запросов, которые фильтровать руками очень нудно и зачастую проблематично. Для массовой проверки запросов через Яндекс.Хмл я предлагаю воспользоваться программой ZinaPoster, которая была специально создана для автоматизации рутинных SEO и не только SEO задач. Итак, для проверки витальных запросов у меня создан отдельный шаблон в ZinaPoster. Он выглядит следующим образом. Перед тем, как перейти к рассмотрению работы самого шаблона, стоит обратить внимание на входные настройки. Шаблон работает с тремя текстовыми файлами. Первый файл – конфиг. В нем указываются ваши доступы к Яндекс.Хмл, ваш юзернейм, ваш кей и регион, по которому будет проверяться выдача Яндекса. Второй файл – кейвертс. В него необходимо добавить запросы, которые будут проверяться. В итоговый файл будут сохраняться результаты проверки. Собственно, как работает шаблон? Он получает имя пользователя, ключ и регион, и затем начинает отправлять гет-запросы к сервису Яндекс.Хмл, проверяя наличие витальных результатов и записывая значение файла. Отдельно хочу обратить внимание на то, что браузер для этого не используется, что в итоге обеспечивает высокую скорость работы шаблона. Также настроена проверка перерасхода лимитов в XML. Если происходит перерасход, то выполняется пауза длиной в 5 минут. Рассмотрим, как шаблон работает на практике. Через Xenoposter запускается шаблон. Я его для примера запущу в один поток. В лог отображается, является ли запрос навигационным, и сколько осталось еще запросов на проверку. Видно, что процесс стартовал в 19.59, по сути, в 20 часов. Итак, в 20 часов 11 минут проверка закончилась. То есть, на проверку 1500 запросов в один поток ушло 11 минут. Если бы я запустил на своей версии Xenoposter стандарт эту проверку в 5 потоков, максимальную возможную для моей версии программы, то это бы заняло по сути 2-3 минуты, что достаточно быстро. Как выглядит результат проверки? Это текстовый файл, в котором записан запрос, числовое обозначение, где 0 – это не навигационный запрос, единица – навигационный запрос. Также, если это запрос навигационный, на всякий случай записывается витальный сайт. Для дальнейшей обработки это все необходимо скопировать в Excel, при помощи функционала «Текст по столбцам» и разделителя точкой запятой можно отфильтровать навигационные и ненавигационные запросы. В моем случае у навигационных запросов получилось 328, что составляет около 20% от всего объема. Дальше при помощи функционала «Стоп слов» эти запросы можно отметить в таблицах и удалить как нецелевые. На этом основная часть урока закончена. Хотелось бы несколько слов рассказать о том, что вам делать, если у вас нет лицензии программы Xenopost. Для работы данного шаблона совсем не обязательно покупать сразу же лицензию программы. Можно воспользоваться демо-версией. Демо-версия имеет ряд ограничений, главное из которых то, что она работает только две недели, после чего следующий запуск возможен только спустя 16 дней. Она также работает в один поток, но, как я показал ранее, даже в один поток эти данные собираются достаточно шустро. Также в демо-версии нельзя использовать прокси и антикапчу, но для данного шаблона это и не требуется. Скачать программу можно на сайте zenalab.com. Также я готов поделиться шаблоном для проверки витальных запросов. Для этого перейдите по ссылке, которую сейчас видите на экране, там необходимо заполнить форму и шаблон вы получите на свой e-mail. На этом на сегодня все. С вами был Игорь Бакалов. Не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Оставляйте лайки и комментарии. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok